Встали на защиту и проявили мужество. В этом году подразделение СОБР отмечает 25 лет с момента образования. Сильные телом и духом они неоднократно принимали участие в самых опасных и важных спецоперациях. Выезжали в горячие точки. Сегодня в честь юбилея СОБРа в Челябинской области прошло торжественное мероприятие. Поздравить ветеранов подразделения приехал председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Я хочу заявить вас в том, что традиции, которые вы заложили как боевой отряд МВД России, сегодня продолжаются в Соединенных Следственного комитета. Мы смотрим вперед. Сегодня действуют две академии Следственного комитета в Москве и в Санкт-Петербурге. Два кадетских корпуса в Москве и в Санкт-Петербурге. Более 80 классов кадетских Следственного комитета по всей России. Это наш с вами боевой резерв. Более 120 ветеранов боевых действий сегодня пришли в этот зал, чтобы вспомнить те времена, когда они вместе с товарищами стояли плечом к плечу на страже справедливости. Многие не дожили до этого момента. За время существования подразделения СОБР при исполнении поставленных задач погибли более 300 молодых парней. Память о них чтят и гордятся их подвигом. Александр Бастрыкин вручил ветеранам боевых действий награды Следственного комитета России, а также памятные подарки. Ведомство уже много лет сотрудничает с подразделением на счету сотни раскрытых, особо тяжких преступлений, силовую поддержку в которых оказывал СОБР. С общественными ветеранскими организациями Челябинской области и Следственным комитетом было подписано соглашение о взаимодействии. Не ставьте точки на свою биографию. Она должна продолжаться в наших детях, в наших внуках. Укрепляйте наши любви вашими собраниями, вашими воспоминаниями. Поздравления и пожелания мирного неба над головой звучали со сцены в адрес ветеранов СОБРа. Закончилось торжественное мероприятие праздничным концертом. Какая работа, непростая задача, тебе решать, тебе, сегодня и всегда. Продолжение следует...